Привет! Это Настя. Все говорят, что она некрасивая. Она не нравится мальчикам, но никто не гонится с ней общаться. И чтобы превратиться в такую Настю, ей нужно было всего-то посмотреть это видео. Ну, точнее, узнать то, что я вам сегодня в нем расскажу. Готова меняться? Тогда погнали! Если вы пользуетесь консилером для того, чтобы маскировать синяки под глазами, то знайте, что он 100% сушит вашу тоненькую кожу под глазками, что может подарить вам ранние морщинки. Поэтому не забывайте увлажнять не только все лицо, но и кожу под глазами. Причем не тем же кремом, которым вы мажете лицо, а специальным для этого. Я обычно им мажу на ночь после того, как смыла косметику. Это на самом деле занимает пару секунд времени, но поверьте, через несколько лет вы мне за это скажете спасибо. Вообще, на синяки под глазами и даже на те же преждевременные морщинки влияет количество сна. Поэтому между тем, чтобы полночи просидеть в телефоне или выспаться, всегда убирайте второе. Ну а если вы, конечно же, ночными просмотрами сериалов испортили себе режим, то ловите лайфхак, как быстро засыпать. Значит, берем пустую емкость с водичкой и добавляем туда пару капель эфирного масла лаванды. Закручиваем и это все. Осталось просто где-то за час до сна напшикать эту водичку на свою подушку. Это расслабит нервную систему и позволит легко заснуть. По сути, хороший сон это наша красота, поэтому уделяйте ему должное время. Часто девчонки страдают от прыщиков и не понимают, в чем же дело. И потом грязными руками начинают наносить на лицо косметику. А все микробы и бактерии на ваших ладошках только рады стараться. Ну и, конечно же, как минимум пару прыщиков на следующий день вам обеспечены. Так что сделайте хорошую привычку одержать в своей косметичке антисептик. Чтобы каждый раз перед тем, как нанести тон на лицо, вы обработали руки от бактерий. Я раньше об этом не задумывалась, а теперь понимаю, что очень даже зря. И как факт, у меня реально стала чище кожа. Для того, чтобы всегда выглядеть круто и утром меньше времени уходила на то, чтобы накрасить брови, упростите себе жизнь и покрасьте их. Это делается дома и очень-очень быстро. Я просто купила краску для бровей и вот вместе с вами их и покрашу. Набираем на кисточку и начинаем творить. Если у вас тоже руки растут не из того места, как и у меня, то просто заранее обозначите контур на бровях карандашом. Ну и через 15 минут все это смываем. И у вас идеальные брови как минимум на неделю. Так, а теперь пару слов про аромат. И нет, я не буду сейчас говорить, как важно пользоваться духами, потому что вы и без меня это прекрасно знаете. Просто вот одна деталька. Контролируйте, пожалуйста, сколько вы на себя их грызгаете. Особенно, если вы будете находиться с кем-то в закрытом помещении. Это просто крик души. Мне кажется, вы уже поняли, что тут всплывает история из моих жизней. Короче, когда-то мы пришли с Ромой куда-то покушать, и за соседним столиком сидела девушка, которая ну вот явно переборщила с духами. Ну, так, немножко переборщила, ну, просто глаза начинали слезиться от того, насколько концентрирован на этот аромат. Самое дебильное, что это был какой-то день, наверное, пятница, что все столики были забиты, и нам реально некуда было пересесть. Ну, и пришлось так экстренно быстренько покушать, чтобы уже поскорее выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Так вот, к чему я это все рассказываю? К тому, что много духов, это не круто. Это даже хуже, чем вообще они есть. Ну, правда, одного-двух пшиков просто с головой достаточно, чтобы слегка улавливался аромат, и к вам хотелось подойти поближе, чтобы вдохнуть его, а не убежать как можно скорее, чтобы от вас так сильно не пахло. А пока я делаюсь в утренней процедурке, я всегда слушаю музыку. Недавно моя подруга скинула мне классный трек одной девушке. Честно говоря, я никогда раньше о ней не слышала, но меня очень зацепил ее нежный голос. И я решила загуглить, кто это. Оказывается, это была песня Сони Цвета Музыки. Поискав еще больше информации, я нашла YouTube-канал Сони, и просто залипла на его красочный визуал. Она сочиняет и исполняет свои песни, еще и сама себя аккомпанирует. Я прослушала, наверное, все ее каверы на популярные хиты. А еще она берет интервью у известных личностей в мире музыки, и не только. Кстати, творчество этой девушки вы можете прослушать на всех площадках, начиная от iTunes и заканчивая ВКонтакте. Поэтому, если вы тоже любите классную музыку, то подписывайтесь на канал Сони. Волосы. Именно они формируют наш внешний вид. Вы всегда спрашиваете, почему у меня такие идеальные волосы. Ну и на самом деле все просто. Они не идеальные. Да, они прямые, длинные, но если их не уложить, у меня будут где-то подкрученные неровные прядки, где-то пушистые. И скажу честно, меня выручает фен. Потому что без него мои волосы выглядят странно, и мне всегда хочется их уложить. И да, я знаю, что многие говорят, что фен портит волосы и все такое. И на самом деле это правда, если не пользоваться термозащитой. А с ней это никак не повлияло на состояние моих волос. Главное, заканчивайте сушку холодным воздухом феном, чтобы закрыть все чешуки волос и зафиксировать их в таком положении. После этого я наношу на волосы пару капель органового масла. Но вы можете взять любое, начиная от оливкового и заканчивая кокосовым. Это делает волосы мягенькими, и их прям хочется трогать. А если вы хотите такой же результат, но без сушки феном, то просто за час дома те головы нанесите на волосы свой любимый бальзам. На самом деле можно взять и кокосовое масло, но если честно, я слишком ленива, чтобы с ним возиться. Поэтому у меня просто бальзам. Мажем его на волосы и завязываем это все в пучок. Ну и ждем минимум часик. Поверьте, после мытья головы вы будете в шоке от состояния своих волос. А теперь вам лайфхап, как не испортить свою внешность, если так можно сказать, перед каким-то важным для вас днем. Да, оказывается, еще можно умудриться, что-то испортить. Я, в принципе, так всегда и делаю. Если у вас на следующий день какое-то важное событие, и вы, конечно же, не хотите проснуться с вот такими вот кругами под глазами, с отекшими опухшими веками, кто спрашивается хочет, то вот просто навсегда запомните, никогда не ешьте соленую пищу как минимум за 3-4 часа до сна, но не пейте много воды на ночь. Во-первых, вода не успеет вывестись из организма и задержится на вашем лице в виде отеков. А во-вторых, соль задерживает эту самую воду, и эффект будет еще хуже. Короче, лучше выпить эту воду с утра, потому что так это точно пойдет вашей красоте на пользу. Я в повседневной жизни очень редко крашусь, но сейчас покажу свой мини-макияж на каждый день. Спойлер, он настолько мини, что все думают, что я не накрашена. Наношу биби-крем с успев защитой, просто чтобы выровнять тон кожи. Мне кажется, это самое важное в лице девушки. И плюс в грязном городе из-за биби-крема вся пыль не забивает мои поры. Потом, конечно же, консилер. Если есть возможность замазать свои синяки под глазами, то почему и не воспользоваться, правильно? Мне кажется, так уже лучше. Потом в ход идет фиксатор для бровей. Если честно, я обожаю укладывать свои брови, потому что когда они немного приподняты вверх, у меня как будто более открытый и уверенный взгляд. Румяшки. Я их просто обожаю, потому что они делают лицо свежим, отдохнувшим. Даже если я не выспалась и плохо выгляжу, они мне решают эту проблему. И последний штрих, просто бальзамчик для губ. И все. Этот макияж без макияжа у меня занимает от силы 2-3 минуты, но с ним у меня скрыты все недостатки и подчеркнутые достоинства. И на этом все. Ставьте свои класснючие пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, потому что так настанет на один больше. А еще, кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Я там появляюсь даже чаще, чем тут. Еще я постоянно лайкаю ваши фотки, отвечаю на ваши сообщения в директе. Так что подписывайтесь, потому что... А почему бы и нет? А мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok